здравствуйте здравствуйте instagram буду чуть говорить громче уже третьему эфиру разговорилась так ну что же сейчас мы все узнаем какую же тему будем мы с вами поднимать сегодня в нашей беседе а тема у нас победила сегодня свободное отношение так что будет вот такая тема вы выбрали ее здравствуйте 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 всех приветствую здравствуйте у меня уже третий эфир сегодня сегодня у нас клубов же жизнь Телеграм был эфир по поводу того, как минимизировать измены. Поэтому обязательно посмотрите его, потому что там действительно очень ценные советы. Для тех, напомню вам, что клуб «Жить жизнь» доступен каждому моему читателю, у кого есть код бабочки, который можно зарегистрировать на сайте annaboginskaya.com. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Собирайтесь. Хорошая тема. Я не знаю, что за тема, значит, рассказываю предысторию этой темы. Эту тему Алексей пытается уже вставить в контент-план, чтобы вы знали год, год, наверное. Наверное, ему, не знаю, он говорит, что всё время везде спрашивает. В общем, везде это. И каждый раз я такая, ну, кому интересна тема свободных отношений? Ну, зачем не будем её читать? Давай что-нибудь другое. И вот сегодня очередной раз, я говорю, ладно, давай сделаем голосование, кто за что проголосует. И вначале, между прочим, была манипуляция ревностью. Прям шла впереди планета вся. Я уже думала, что не догонит тема свободных отношений, а нет. Догнала. Вот, поэтому, как оказалось, то есть вы знаете лучше, Алексей знает лучше, что хочет Инстаграм. Инстаграм хочет всё-таки тему свободных отношений. На мой взгляд, тема будет очень короткая. В принципе, я вам за три предложения всё объясню. Вот даже уже, ну ладно, поскольку я романист, у меня коротко не получается. То есть, если я начинаю о чём-то говорить, то это занимает время. Ну, давайте за 10 предложений вы поймёте всё. Поэтому вот так вот. Так что можете уже начинать писать свои вопросы, потому что тема свободные отношения будет крайне кратка. Наверное, самая краткая тема за последних полгода или год моих эфиров. Хорошо. Начну с важного. Напомню вам, что 7 июля была годовщина клуба «Жить жизнь». Мы с вами в клубе «Жить жизнь» вместе уже 7 лет. Вот, я даже всплакнула, я сегодня в клубе «Жить жизнь» об этом рассказывала. Всплакнула 7 июля. Думаю, вот как пример того, как одно решение может повлиять на очень многие вещи. На судьбы даже других людей. Вот. И для меня огромная честь знать, что среди вас есть очень много людей, которые 7 лет на протяжении всего этого времени со мной и не пропустили даже практически ни одного эфира. Для меня это огромнейшая честь и большое доказательство нашей взаимной любви с моими участниками, участницами клуба «Жить жизнь». И я говорила, что в этом году у нас клуб «Жить жизнь» будет уже выходить на новый уровень, потому что мы наконец-то запустим проект в двадцать четвертом году, над которым работала я и моя команда несколько лет. И я думаю, что многие из вас очень удивятся и поразятся вообще всему происходящему в клубе «Жить жизнь». Но, собственно, почему я всех поздравляю, столько было тёплых слов и поздравлений в личку и благодарности, и я в очередной раз подумала о том, что мы за эти годы с многими стали просто семьёй. Вот. И я хотела сказать о том, что в честь годовщины мы разыгрываем семьсот подарков в клубе «Жить жизнь». Поэтому, если вы в клубе, обязательно присоединитесь к этим подаркам, поучаствуйте в этой лотерее. Там есть какой-то способ участия, очень простой, просто лайкнуть, насколько я помню. Но я скажу о том, что семьсот подарков, это говорит о том, что очень большой шанс есть получить подарок. И мы, кстати, я каждый год дарю с командой мои подарки, и мы всегда очень щедрые на день рождения клуба «Жить жизнь». И очень часто я получаю такие сообщения, это первый раз, когда я что-то выиграла, первый раз в моей жизни, или первый раз я что-то выиграла. То у вас есть шанс, как это, открыть полосу удачи. Поэтому обязательно прочитайте о подарках. Там они действительно очень классные. Спасибо вам огромное. Присоединяйтесь, что у вас сегодня немного. Август, но ничего, я знаю, что вы досмотрите. Для тех, кто меня не знает, меня зовут Анна Богинская, я автор известной трилогии «Жить жизнь». Книги «Жить жизнь», книги «Грех прощения», «Код вознаграждения». Многие из вас знают меня по однаменному названию. Фильма, собственно, экранизации трилогии «Жить жизнь», скоро будет продолжение. Вот кто-то пишет, сейчас как раз смотрю сериал. Кроме того, многие из вас, возможно, слышали или видели спектакль. Ну, в общем, «Жить жизнь» стала таким устойчивым выражением русского языка, назовем это так, благодаря трилогии «Жить жизнь». И еще двух таких книг, «Исцеление любовью», «Порабощение любовью». «Исцеление любовью» – это книга, посвященная созидательным отношениям, и «Порабощение любовью» – это книга, которая посвящена разрушающим отношениям. Кроме того, у меня, напоминаю вам, что версия издательства «Эксмо» доступна уже, поэтому вот есть книга «Жить жизнь» в твердом переплете, «Грех прощения» и «Код вознаграждения» доступен к предзаказу, поэтому зайдите на сайт «Эксмо» и обязательно, возможно, коллекцию собирают, чтобы вы знали и успели. Хорошо. Все вроде бы сказалось из такого важного. Эфир сегодняшний. Планирую провести с вами в эфире, дать короткую тему, как вы поняли, она будет 10 предложений. Я вот подготовилась, записала тезисы, и дальше перехожу к ответу на ваши вопросы. Поэтому, собственно, все будет сегодня кратко, просто, и так далее. Вот. Ну, начну с важного. Того же тема у нас сегодня – свободные отношения. Значит, что такое свободные отношения? Вот я здесь написала, что когда вы слышите фразу «свободные отношения», это обозначает всего лишь одну вещь – у вас нет отношений. Их просто нет. Аплодисменты закончено. Моё выступление закончено. То есть, на самом деле, когда фраза «свободные отношения» – это абсолютно противоречащий смысл. Ну, то есть, это полная ерунда. То есть, это точно так же невозможно быть – ты или беременный, или не беременный. То есть, если ты в отношениях, они подразумевают обязательства и ответственность. Значит, свободными они быть не могут. Поэтому, друзья мои, не будем называть свободными отношениями то, что отношениями не является. И начинаем их называть немножко другими вещами. Мы с тобой друзья по сексу, то есть, встречаемся несколько раз в месяц или в неделю, один раз в неделю или несколько раз в неделю с одной целью – получить сексуальное удовлетворение от отношений, от секса, не от отношений, а от секса. Мы с тобой, может быть, друзьями, мы с тобой тогда без сексуальных отношений, но свободных отношений между людьми быть не могут, не может. Вот у тебя, если 12 часов по полудню, ночь в это время быть не может. Теперь внимание, откуда взялась эта ересь? Вот, я просто от усталости никак не могла вспомнить слово. Откуда взялась эта ересь про свободные отношения? Она взялась с того момента, когда в обществе появилось много мужчин, которые придумали это выражение для того, чтобы не брать на себя ответственность. Ну, есть и женщины такие, но как бы в основном это мужчины. К какой категории относятся эти мужчины? Патологические изменники, вот, нарциссы, которые обтирают вам про то, что нету это свободное отношение. Кто там еще может отнестись к этой категории? Женатые, вот, все, кому нужно сманипулировать вами и проехаться вам по ушам. При этом, к сожалению, как правило, вторая часть, не тот, кто эту фразу говорит, а тот, кто соглашается на эту фразу, это та как раз-таки ущемленная сторона, которая все-таки надеется, что он поймет одну простую вещь. Что он поймет, какая прекрасная принцесса и свободные отношения превратятся в отношения. Так вот, из важных тезисов вернусь, я вам три их записала. Первая фраза. Если вам говорят фразу «свободное отношение», это обозначает только одно, отношения у вас нет. Вот, потому что отношения всегда подразумевают, само слово отношения подразумевает всегда ответственность и договоренность. Теперь, следовательно, дальше. Если даже у вас, если вы находитесь с человеком в общении, возможно, у вас есть секс, и вы даже можете жить вместе, но если вы не договорились о том, что у вас отношения, у вас тоже нет отношений. Вы просто с этим человеком живете вместе. То есть, на мой взгляд, отношения начинаются тогда, когда два человека договорились о том, что они пара, обсудили это и договорились основные аспекты этого взаимодействия. А именно, например, такие вопросы, как верность, быт, кто где будет жить, кто что будет оплачивать. Вот с этого момента, когда образуются договоренности, начинаются отношения. И, соответственно, когда кто-то говорит другому «ты мне изменил», то есть, если верность, на мой взгляд, не была оговорена, и отношения не были оговорены, то сложно назвать это изменой. Поэтому учимся оговорить о своих потребностях и договариваться, входя в отношения, начиная взаимодействие с кем-то, о том, что важно и нужно для вас. Учимся говорить о том, что если вы пришли на первое свидание, и человек говорит вам «меня интересует свободное отношение», вставайте и говорить «нет», не надеясь, что рано или поздно он одумается. Вот, еще я сказала, да, что сексоголики рассказывают про свободное отношение. Вот, эти несвободные женатые или находящиеся в отношениях пикаперы, кто там еще, нарциссы, вот они все за свободное отношение. При этом вы должны сидеть его ждать у окна, а он будет в этом все свободным. Для того, чтобы сказать «не, ну ты же договорились же, ты же сказала, что тебя устраивает, так в чем проблема, какие претензии ко мне?» Я же сразу тебе говорил, что я не хочу отношений, только свободных. Поэтому, как я говорю, давайте не будем называть любовью то, что ее не является, поэтому не будем называть отношениями в паре. Свободные отношения. Птица прилетела, села на окно и улетела, вот. Девочки, повтори, не волнуйтесь, сохраню эфир. Ну что, погнали, давайте будем отвечать на ваши. Слушай, столько у меня знакомых смотрят, это так интересно. Здравствуйте, вы, как всегда, огонь. Спасибо, это, наверное, про мой тезис. Да, здравствуйте, здравствуйте, хорошая тема. Она как здорово. Ну да, все просто. Все очень просто, как выяснилось. Так, хорошая тема. Здесь хороший звук, удивительно. Ну, потому что это проблема из устройства, кто-то говорит, хороший звук. Была претензия по звуку в телеграмме, у меня устройство одно и то же. Это специальное у меня устройство для эфиров. Вот я его использую. И получается, что везде одни и те же. Но видите, какой разный свет. Один и тот же свет везде. Один и тот же звук везде. Но видите, как происходит? Насколько разные настройки и качество передачи сигнала и всего. Ну, в смысле, не сигнала, а картинки. Так что вот так вот. Нет, я вообще не болтуха в жизни. Ну, просто у меня так получается. Это какая-то, видимо, особенность психики романиста. То есть, мне тяжело писать короткий рассказ. Вот на сто страниц, пожалуйста. Я там все донесу, все, что мне надо сказать. Наверное, эфиры у меня, поэтому такие для меня. А так-то в жизни я не особо болтун. Я такой достаточно интравентарный человек. Стараюсь не общаться ни с кем без лишних причин. Для того, чтобы я с кем-то общалась, на этом должна быть веская причина. Вот. Вот Олечка, Алечка пишет. Мужчины любят говорить, у нас свободное отношение. Но я же это и сказала, что они прям придумали. Да, придумали. Потому что для них это снятие полной ответственности. Это такая же вся эта ересь про гражданский брак. Ну, и про многие другие вещи. То есть, это называется подмена понятий. Ее, конечно, никто не отменял. Но просто не надо называть это так. Ну, то есть, не говорите слово отношения. Говорите, мы с тобой просто будем трахаться, когда я захочу. А ты будешь сидеть у окна и ждать. Вот. И тогда вот для меня это... Но я назову это красивым романтизированным выражением свободное отношение. Ну, что не так? Так. Вот. Но с другой стороны, всегда будет надеяться, всегда кто-то... Вот недавно у нас был эфир про секс по дружбе. Вот мне казалось... Ну, на самом деле, в моей реальности, где-то в каком-то осознанном мире, возможно, так и есть. Но в моей жизни, как показал мой жизненный опыт, это невозможно. То есть, все равно, даже если ты договорился абсолютно экологично, кто-то в этой паре надеется на то, что это перерастет в нечто большее. Вот. И ты каждый раз как бы экологично делаешь, и еще раз уведомляешь, и сообщаешь, и говоришь, ну, ты же помнишь, что мы просто друзья по сексу. Не в свободных отношениях, а друзья по сексу. Да, я помню, но все равно человек находится в ожидании. И это, ну, то есть, как бы, если вы хотите лучше, сказать этому партнеру, нет, у нас ничего не будет, потому что я хочу отношения с тобой. Вот мне когда-то была... Я очень часто вспоминаю этого человека, одного из моих бывших, назовем это так, которому когда-то я сказала, давай будем просто друзьями в начале отношений. Он мне говорит, да где ты нахер со своей дружбой? Я не собираюсь с тобой дружить. Я хочу, чтобы мы были вместе, и рано или поздно это произойдет. Ну, и это случилось. Как бы там прошло несколько лет, и как бы это произошло. Но мне нравится вот эта честность. Ну, то есть, зачем вот это вот? Ну, вот позориться, разводить вот эти нужные. Скажи прямо, нет, я не хочу с тобой дружить. Я хочу с тобой отношений. Если ты не готова мне это дать, или ты не готов, то, значит, ни хрена не будет. Но не соглашайтесь на эти полумеры. Это же про эту ответственность. Как сегодня меня в клуберже спросили, в чем идти на первое свидание? Это вот вопрос про нашу внутреннюю силу. Вот честность с партнером, это вопрос про нашу внутреннюю силу. Точно так же, как и просмотр, как мы с вами обсуждали, с левого аккаунта сторисов. Ну, то есть, это же про внутреннюю силу. То есть, ты как бы все время, ну, или ты что-то делаешь, или не делаешь. Умей заявлять, чего ты хочешь. Потому что, на самом деле, вот эта тема... Кстати, надо об этом отдельный эфир сделать. Почему люди боятся там признаться в любви? Сказать, я хочу с тобой отношений. Ты мне нравишься. Почему боятся напрямую? Страх быть отвергнутым. Да, сложный страх генетический. Еще там, несколько тысяч лет назад, быть отвергнутым из племени, 10 тысяч лет назад, было примерно равно смерти. Боимся быть отвергнутыми. Но блин, уже 21 век, уже столько техник. Уже пора как-то прокачивать свою самодостаточность. Я не понимаю вот это вот желание людей находиться годами в иллюзиях, вместо того, чтобы посмотреть правде в глаза, задать напрямую вопрос. Получить да, нет. Ну, сказали да. Ну, и что? Хорошо, все отлично, оказывается все хорошо. Сказали нет, допустим, теоретически. Но ты такой, это же не тебе нет сказали. Это человек говорит себе нет, не тебе. Это никак не связано с тем, плохо ты или хорош. То есть, но это освобождает тебя от иллюзий, от потерянного времени, которое никто, к сожалению, никогда вам не вернет. И как я часто говорю, что самое страшное в деструктивных отношениях, в свободных отношениях, как вы здесь спрашивали. Это потерянное к херам время, которое никто никогда вам не вернет. Никогда никто. Это необратимо. То есть, мне очень нравится это, что каждую секунду, каждый стук сердца, это отчет потерянного времени, который мы уже никогда не вернем. Так на хрена мы должны тратить его на тех людей, кто нас не любит, кто не делает нас счастливыми, кто не делает нас ресурсными, кто нас не созидает, кто нас разрушает, кто мотает нам нервы и прочее. Так что так вот. Пишет, я не забрала свой первый выигрыш. Условия адресата и хранения подарка не было на тот момент. Но помню эту удачу всегда и просто приятно и радостно от этого. Да, это же я тут рассказывала, что многие пишут о том всегда, что первый раз я выиграла. С этого началась моя полоса удачи. Такая же история очень часто с разыгрышными консультациями. Вы знаете, что я иногда разыгрываю консультацию в основном на годовщину клуба. Но однажды вот такое включение у меня произошло, разыграть консультацию в инстаграм. Ну вот просто в сторисах. И выиграла девочка, я не буду называть имен, эту консультацию. И она попала ко мне на эту консультацию. Она рассталась с парнем, и она думала, что он манипулятор или там еще что-то. Я говорю, нет, это твои комплексы, это твои страхи предыдущего опыта. В общем, я ей говорю, давай так, ты пропишешь все там свои страхи, а потом вы с ним встретитесь и поговорите. И вот недавно, неделю назад в Литве она мне прислала, что они уже там 8 месяцев вместе, или 6, или уже не помню, да, точных. И он сделал ей предложение. И даже дату свадьбы мне она сказала. Так вот, к чему я говорю? Я иногда задумываюсь над этим, насколько даже люди, которые выигрышные консультации получают, что это всегда люди, которым это было очень надо в настоящий момент. Вот. И на самом деле среди моих читателей очень много, я очень много, очень часто выступаю в роли Купидона, который примеряет в кризисе отношений. И где я вижу что-то нормальное, действительно отношения, и просто есть недопонимание, я всегда борюсь за любовь. И для меня всегда очень радостно, когда эта борьба приносит плоды счастья. Но в то же время, когда я вижу, что там полный, я скажу прямо, что тут ловить нечего и не трати время. Вот поэтому, на самом деле, здорово, что жизнь вот таким образом распоряжается. Кто-то пишет, друзья по сексу, а будет. Ну да, а как? Анечка, обожаю вас. Благодарю судьбу за встречу с вами. Спасибо за добрые слова. Так. Так, повторить второй тезис. Отношения всегда подразумевают ответственность. Это тезис. Могут ли быть успешными отношения, если разница в возрасте от 10 до 15 лет? У меня есть внутренние ощущения. Я не знаю, насколько это… У меня мои первые отношения, мой первый брак, он был с разницей в 23 года. По любви. То есть, там не было никаких материальных замесов. Это просто было, ну вот такая как бы, ну вот как бы не было видно. Тогда, знаете, я была очень молодая, ему было всего там 40 лет. Вот. И получается, что оглядываясь назад, проживая этот опыт, я могу как бы сейчас дать свою точку зрения и оценку очень честную. Что, на мой взгляд, возраст не имеет значения, когда люди самодостаточны и честно отвечают себе на вопрос, что вот если бы мне дали 10 миллионов долларов сейчас, была бы ли я или был ли бы я с этим человеком? То есть, когда этих людей в отношениях ищут, держат не комплексы, а именно так хотела замуж, что согласилась войти в эти отношения. Вот. Или там нематериальная выгода там, что он мне там в чем-то поможет, или будет оплачивать мои счета. А когда эти отношения, они истинно базируют мы на истинной любви и ценностях. То есть, когда вот то, о чем я пишу в своей книге «Исцеление любовью», ценности совпадают, совпадают цели, и в этом есть вот эта истинная любовь, ну и сексуальное влечение. Тогда возраст не имеет значения. Вот. Но если вы входите в отношения из-за разницы в возрасте, из-за материальных проблем, то он будет иметь значение. Конечно, он будет иметь значение, потому что если бы у вас не было этих материальных целей в этих отношениях, вы бы не были с тем человеком в отношениях. И соответственно, да. Но я все равно считаю, что до десяти лет это вообще незаметно. Да, и у меня бабушка с дедушкой, я не знаю сколько у них. 10 лет или 12, даже разница. И тут вообще не обсуждаемо. Четверо детей, душу в душу, всю жизнь. Но в то время, представьте. Да. Так что бабушка у меня тоже. Молодец. Кстати, тоже Анна Александровна. Так, к чему я это говорю? Вот мне кажется, сейчас глядя на это все, что вот, знаете, что вот тогда нет. А когда это материальный подход, конечно, имеет значение. И когда ко мне там приходит кто-то даже на консультации, или бывает, я где-то могу зацепиться там в этой своей позиции. Он говорит, нет, я его люблю, он на 50 лет меня старше. Я говорю, послушай, если бы у него не было возможности купить тебе Бентли, ты бы его любила? И то здесь сразу стоп, и все вопросы закончились. То есть, она, возможно, думает, что она его любит. Но влюблена она в него по факту, в его статус, например, известный режиссер, или там, не знаю, известный какой-то там политик. Но по факту она любит не этого мужчину, она любит его статус, его бабки. Ну, и те возможности, которые он может ей дать. Ну, вот и все. Потому что если дай ей такого же 25-летнего, она, конечно же, выберет 25-летнего. Или 35-летнего, который будет на 10 лет старше. Ну, как бы я же за честность. Я не говорю, что это плохо. Я не осуждаю вообще никого. Каждый имеет право жить, как хочет. Ну, как бы вообще, ну, просто честно надо, не надо называть, не надо называть любовью то, что ей не является. Вот, вот и все. Вот, а успешными, да, могут быть, конечно. То есть, 50 лет разница, у нас есть полно примеров. Как бы люди вместе. Насколько счастливы люди в этих отношениях? Ну, успешно, да. Интересно, почему некоторые женщины избегают брака, называя его партнерством? Ну, тут как бы есть общепринятое правило названия. Ну, как бы слова, которые... Есть роспись в паспорте. Это, ну, как бы замужество или брак. Вот, все. Как бы вот и все. Избегают брака, возможно, из-за страха развода, возможно, из-за чувства какого-то неуверенности, что она хочет с этим человеком провести вместе. И, возможно, из-за того, что... И стыдно из-за этих отношений, поэтому она ищет пути отхода. Возможно, из-за того, что человек социально намного-намного меньше, например, там, в финансовом, да, то есть, она не хочет делить имущество из-за каких-то материальных причин. Но я вам открою большой секрет. Вот я там анализирую, оглядываясь, проживаю через себя тысячи и тысячи историй. Помните мои слова «изжить жизнь»? Для того, чтобы сказать «да», нужны всего две буквы. Все остальные слова нужны для того, чтобы завуалировать «нет». и в этом есть, на самом деле, глобальный ответ на наши отношения. И для того, чтобы это понять, достаточно трех месяцев общения. Да даже иногда и трех месяцев не надо. То есть, когда ты находишься с человеком, и знакомишься, и проживаешь, и ты закрываешь глаза, и ты видишь во старости, если он тебе скажет через неделю, или через две, или через два часа «выходи за меня», и ты скажешь сразу ему «да», и я хочу от тебя детей, и ты скажешь «да», то вот это про то, что это твое. То есть, это когда ты, а когда внутри начинается, ну да, можно сказать «да», наверное, ну может быть, я как-то пропетляю, или «да нет, нет, ни в коем случае», или «закрывай глаза, ты не видишь», то это про то, что нет, это не твое однозначно. То есть, если ты умеешь отказаться от социальных догм, и включить вот это внутреннее свое ощущение, то ты очень просто, быстро понимаешь, твое это или не твое. То есть, для того, чтобы сказать «да», нужно всего две буквы. Это все. Анжелика пишет, что первый раз на эфире я растерялась, какое желание загадать. Существует ли мужская и женская измена? Часто слышу от мужчин, что мужская измена – это норма, природа, им это нужно, а женская тоже ужас. Потому что, на самом деле, вот это внушение, которое используют сексоголики и патологические изменники под названием «мужчины полигамны, женщины моногамны». Вот, вот как только я слушаю эту фразу, я знаю точно, передо мной или психопат, или патологический изменник, вот, или сексоголик. Здоровый человек никогда так не скажет. Три диагноза, определяющие эту фразу. По одной простой причине. Объясняю, почему. Во-первых, как я пишу в исцелении любовью, ну, мужчины полигамны, женщины моногамны. Эта фраза примерно работает так, как я не буду есть мясо, потому что я его сам не добыл. Вот, если мы так будем честны и уходим к констинктам, то тогда вот надо каким-то образом вот таким рассуждать. Ничего подобного нет. Там, где есть любовь, всегда есть верность. Там, где есть проблемы с головой, всегда будут измены. Что еще к этому добавить? Добавлю к тому, что, да, патологический изменник очень любит, когда ему изменяют, но хочет получить легитимизацию собственных измен, придумывая фразу «свободное отношение» или используя фразу «мужчина полигамный, мужчина изменяет нормально, женщина нет». Откуда это берется? Объясняю. Потому что все диагнозы, которые я назвала, да, психопат, патологический изменник или сексоголик, это все люди, которые имеют аномалии в лимбической системе мозга. Следовательно, такое понятие, как верность и любовь, им недоступно. Теперь дальше. Но у них зато уже выживать надо более активен рептильный мозг. В рептильном мозге там тысячелетиями прописана такая штука, что единственная возможность быть уверенным в том, что ты отец потомства, это глубокая убежденность в верности женщины. Соответственно, ему как бы изменять можно, потому что он оплодотворяет, да, а ей нельзя, потому что тогда это может быть не его потомство. Но за этим не стоит ничего созидательного или здорового. Потому что если ты считаешь, что всем можно изменять, ты можешь изменять, и она может изменять. Тогда мы поговорим о том, что мы общаемся, и каждый из нас занимается сексом с тем, кто хочет. Ну, с кем захотелось. Но это не свободное отношение. Это просто как бы мы вот с тобой играемся в игру. Мы с тобой занимаемся сексом, но ты можешь заниматься с кем хочешь. Это не про отношения. В здоровом понимании этого слова. Ну, то есть надо придумать другое слово какое-то. Я просто никогда не задавалась такой целью, как это назвать. Но это точно не отношения. Отношения подразумевают уважение, доверие, заботу. Как я могу кому-то изменять? Что значит доверие тогда? И забота в том числе. Как я могу изменять? Если я знаю, что мой партнер расстроится от этой информации. Ему это будет неприятно. Хотя бы на уровне рептильного мозга. Вот. Поэтому эти все заявления, они видите какие однобокие. То есть я изменять могу, ты нет. В свободные отношения. Но я в свободе, а ты нет. Вот. Вот. Мы можем долго. Я вот в клубе пообещала сделать по поводу патологических. Так. Я вернулась к вам. У нас с вами. У меня здесь просто дозваниваются. И из-за этого прерывается эфир. Так. Ну, двигаемся дальше. Что у нас тут еще? Сколько могут длиться отношения на расстоянии? Как часто важно встречаться? Я считаю, что если отношения, например, происходят полгода. Ну, в переписке вы в коммуникации находитесь. То уже надо или встречаться, или это все заглохнет. Заглохнет. То есть, вот когда произошел, допустим, у нас есть два сценария. Вы познакомились в интернете, я вам не знаю, живете на разных континентах. И вы встречаетесь, переписываетесь, и у вас там есть какая-то коммуникация, флирт и тому подобное. Вот есть полгода для того, чтобы встретиться и перевести это в секс, и дальше начать развивать здоровое уже, живое, настоящее, назовем это так. Потому что если нет, оно просто угаснет. Даже если вы подключите секс через интернет, там еще что-то, оно угаснет. Но, если, например, вы произошли, отношения начались, вы там провели какое-то время вместе, и потом в силу каких-то причин человеку надо уехать, а вы, например, не можете поехать с ним. Ну, хотя бы раз в три месяца надо каким-то образом пересекаться. Ну, это не отменяет все остальное взаимодействие через интернет, но надо пересекаться. Потому что если еще полгода, то опять может начаться увядание. Но вот, все. Но в глобальном смысле, где-то через полгода, после того, как вы встретились, у вас начались отношения, где вы встречаетесь чаще, 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 то в течение полгода, года надо принимать решение или съезжаться, или расставаться. Потому что все равно это в какой-то момент начнет напрягать. Вот поэтому, если партнер, например, не готов съезжаться, переезжать в другую страну, или вы не нашли механизм, как вы будете взаимодействовать, потому что можно жить три месяца в одной стране, три месяца в другой стране, можно летать друг к другу, можно, ну, то есть, есть много путей взаимодействия, на самом деле. Ну, то есть, чтобы постоянно находиться вместе, то, ну, с редкими перерывами, то они тоже начнут гаснуть эти отношения. Поэтому как-то так. Ну, вот тут вот, я уже про женскую сказала, так, мужскую. А, так вот, существует ли мужская и женская измена? Про мужскую я вам рассказала, про женскую расскажу. Женская измена, как правило, на мой взгляд, происходит из-за мести. Ну, женщины более верны в своем психологическом состоянии. Хотя, согласно статистике, сейчас во многих странах женщины изменяют чаще, чем мужчины. Так что всем фанатам свободных отношений поздравляю вас. Не надейтесь, что она сидит у окна и вам не изменяет. Многие очень даже пользуются этим предложением. Скажу так, что, ну, на мой взгляд, женщины на уровне том же генетическом более верны по своей природе. Потому что на бессознательном уровне каждый сексуальный контакт – это возможность забеременеть. И, соответственно, раньше это, ну, тело-то, память генетическую никто не отменял. То есть, поэтому женщины изменяют или потому что это любовная измена, как я считаю. То есть, она была в отношении, где все угасло. И тут она еще не рассталась в силу того, что у нее страх одиночества. Поэтому, пока более что-то лучшее не появилось, она находится в том, что есть. И потом появляется кто-то, третий, на горизонте. И вот она к нему сразу уходит под предлогом любовной измены. Вторая категория очень частая у женщин – это, конечно, месть. То есть, если мужчина с ней не спит, она идет спать с другим. Если мужчина не обращает на нее внимание, не делает ей комплименты или говорит наоборот, она идет и доказывает себе, что здесь меня хотят, здесь я нужна, ну, и тому подобное. Мне кажется, что мужчины причина для измены, как правило, это больше ситуационная история. Ну, то есть, подвернулась, так получилось. В общем, у них редко бывают любовные измены. Реже, на мой взгляд. Но это мои такие наблюдения. Напишите мне, как вы думаете, права я или нет. Потому что привыкает, поэтому ожидает, наверное. Я одному несколько раз твердила, у нас нет свободных отношений. После секса он говорил, у нас свободные отношения. Потом я его полностью вычеркнула. Еле отстал, не осталось поводов у него. Год назад это все случилось, я так понимаю. На мой взгляд, многие страхи преувеличены. Ну, на мой взгляд, нет. На мой взгляд, когда ты начинаешь отслеживать, как кто-то или иной страх влиял на твои выборы. И ты понимаешь, что некоторые страхи, вот эти генетические. Страх меня не любят, страх быть отвергнутым, страх предательства. Вот. Они могут ходить за тобой тенью достаточно долго. С ними надо прям хорошо работать. Спасибо огромное. У меня, видите, голос устал. И я тяжело говорить, мне просто тихо говорю. Случайно, если хочется вас всегда слушать, очень грамотно, понятно, рассказывайте. Беру пример, учусь у вас. Спасибо огромное за доброе слово. Скажите, пожалуйста, что дает диагностика? Как мини-консультация с вами. Диагностику не я делаю, если вы об этом офисном приложении. У нас есть сотрудники, которые работают очень давно с техниками, отвечают на все вопросы. Они могут очень быстро помочь человеку направить его, где искать, если вы об этом. Если вы говорите о консультации со мной, то я имеется в виду, что в любом случае, я же общаюсь с человеком, я уже его диагностирую на консультации. Мне же надо понять, откуда ноги растут. Подскажите, объявился бывший партнер. Было все нормально. Партнер как в бизнесе или как в отношениях? Было все нормально, а потом резко стал игнорить, просто без объяснения причины, как себя правильно вести. Ну, видимо, вы ушли и с ним расстались. А он нарцисс, судя по всему. Вернулся отомстить. Вернуть и самому бросить. Так? Угадала? Вот. Так жаль, но это же я говорю, почему нельзя играть с нарциссами воспитательное расставание. Если вы приняли решение уходить, никогда не возвращайтесь. Потому что вы на это получите только месть. А чем больше вы будете делать из этих кругов возвращения, тем больше будет усиливаться это месть и агрессия. и соответственно. А потом в какой-то момент фаза примирения вообще исчезнет из ваших отношений. Посмотрите мой предыдущий эфир в инстаграме, который называется «Как выглядит сейчас социально адаптированный абьюзер». там вот я рассказываю о четырех фазах. И вот где-то на десятом расставании у вас фаза примирения вообще полностью исчезнет. Вот. Поэтому это тот случай, когда вот нельзя возвращаться. То есть, надо просто уходить и все. И больше не возвращаться. Поэтому, если не готов расставаться с нарциссом, сиди, терпи, доходи до той точки, пока тебя не накроют так, что ты там в больничке окажешься, знаешь, с нервным срывом, например. Ну, это еще в лучшем случае. Можно там оказаться в сахарной коме, вот, от этого всего нервяка. И вот когда ты там будешь лежать, ты тогда примешь финальное решение, что ты наконец-то, ну, когда встанет уже вопрос выживания. И вот тогда вот ты примешь это решение и уйдешь окончательно. А до этого туда-назад возвращаться вот закончится как раз-таки вот этим. Поэтому я и говорю всегда о том, что если никогда не играйте, особенно с нарциссами, воспитательное расставание. Со здоровыми играть не надо, а с патологиями уж тем более. Аня, если наоборот мужчина младше, точно так же? Ну, у меня бабушка, да, старше моего дедушки на 10-12 лет, мне кажется даже. Вот, и что? Женщины сейчас выглядят так, что некоторые мужчины выглядят значительно хуже. Ну, я еще раз говорю, если эти отношения... Нет, если он альфонс и с вами за деньги, то, конечно, тут возраст имеет разницу в значениях. Тоже, если вас это устраивает, почему нет. А если, ну, если есть действительно вот эта истинная любовь, которая созидает друг друга, мне кажется, там даже вопроса не возникает о возрасте. Его просто нет в этих отношениях. То есть, это для других может быть вопрос. Вот. Как так? Она старше его на 45 лет, а он ее любит и ей не изменяет. Как? У других есть вопрос. Или на 25, или на 30. А между ними этого вопроса нет. Потому что там есть истинная любовь и вот эта синергия созидательная истинной любви. То есть, когда люди заходят в отношения именно на вот этом чувстве, то все в жизни начинает переть. То есть, и в карьере, и в здоровье, и в партнерстве, и в деньгах. Ну, потому что вы друг для друга созидательны. Ну, вот и все. Ну, и соответственно, ты когда с разрушителем заходишь в отношения, у тебя начинает все наоборот лететь херам. Потому что ты в коммуникации с человеком, который качает тебя. И, собственно, поэтому я вам объясняю, почему нельзя быть в отношениях с людьми, которые вам треплют нервы, мозги. Почему? Потому что это очень невыгодно. Для вашего здоровья, для вашей карьеры, для вашего потерянного времени. То есть, это просто инвестиция в никуда. Вы банкрот, если вы терпите такие отношения. И чем больше вы в себе в какой-то момент осознаете и поймете эту истинную любовь, внутреннюю разбудите, ну как найдете. Потому что она у каждого из вас есть фактом вашего рождения. Помните, как я пишу в исцелении любовью. Подумайте, сколько всего сделал Бог для того, чтобы вы смогли прийти на эту землю. И теперь вы еще бегаете у кого-то, выпрашиваете внимание. Насколько смешно вообще это все. Вот когда ваша внутренняя модель любви, понимание, что такое отношение, что такое созидание, что такое допаминовый секс, который вводит тебя там в круги, где ты взлетаешь там в небеса. Который никогда адреналиновому сексу до допаминового просто до луны. Вот когда ты к этому всему внутри себя дорастешь, то тогда тебе, чтобы сказать нет, человеку, нужно будет одна минута. И у тебя никогда не возникнет сомнения, нужно это делать или нет. Потому что у тебя нет страхов, страха потери, страха измены, страха там, что скажут люди. То есть, ты становишься человеком, который действует тотально из любви. И это подразумевает выборы определенные, определенное мышление. Ну, это все. Нужно брать фамилию мужа, вступая в брак? Я считаю, что да. Я считаю, что да. То есть, публичная у тебя фамилия там, например, если у тебя фамилия бренд, она может остаться, но в документах однозначно нужно брать, да. Ну, я вообще в этом смысле такая считаю, что есть определенные традиции, которые нужно соблюдать. Я точно знаю, в чем для меня есть понимание, почему так и все остальное. То есть, я верю в колонизирование энергии, в то, что такие вот обрядовые штуки, они усиливают соединение семьи и многие другие такие вещи, которые я считаю важными в отношениях. Поэтому однозначно, да. Спасибо. Кто-то еще, брови мои. Спасибо за добрые слова. Семь лет одна копаюсь в мужчинах, тот не такой, этот не такой. Вообще, это нормально быть одной столько лет, но мне комфортно. Но это страх отношений, скорее всего. Помните, в отношениях для жизни или вместо жизни на этом онлайне, я очень подробно об этом рассказываю. Вот Карамелька спрашивает, классный ник. Скажите, пожалуйста, с какого первого онлайна начать, если я бегущая по граблям в отношениях? Ну, однозначно нужно начать с отношений для жизни или вместо жизни. Потому что вы должны понять одну вещь, что вот как я пишу в исцелении любови, в этой книге очень подробно, что большинство сценарий, которые есть в вашей жизни, это сценарии, которые были заложены в вашей жизни от 0 до 3 лет. Соответственно, нам очень глубоко нужно перестроить модель любви из деструктивной, которая у нас есть, на созидательную. То есть, мы должны перестать называть любовью то, что ею не является. То есть, именно онлайн отношения ОДЖ, отношения для жизни или вместо жизни, это как раз вот эти наши все сценарии глубинные. И вот последний поток. Вы помните, да, что вы однажды присоединяетесь к моему онлайну, и на постоянной основе вы имеете доступ ко всем потокам. И даже если я провожу следующий поток в этом онлайне, уже как бы вы имеете к нему доступ. Так вот, в ОДЖ есть базовый поток, потом есть второй поток. Это поток самоценность. И третий поток по поводу глубины вот этой любви в себе. И там я даю ответ на то, почему вы, пережив деструктивное отношение, не можете найти отношения. Откуда эта гребаная эмоциональная недоступность? Да, и что там у нас еще придумали, какие диагнозы? Эмоциональная недоступность, накидайте, я уже устала. Наши три любимых новых диагноза. Вот. Откуда это все берется? От страха полюбить, от страха вновь довериться. То есть, получается, какая-то курь. Сколько-то лет назад курь у мужчин, у женщин там упырь какой-то. Там 20 лет назад причинил вам боль. Но он, падла, до сих пор влияет на вашу жизнь. Тот момент, когда вы не можете раскрыться любви, это как раз таки о том, что это как проклятие действует на вас до сих пор. Ну, то есть, да? Вот. Это очень важный момент. Именно поэтому от этого надо избавляться. И поэтому нам очень тяжело входить в отношения с достойными партнерами. Потому что, ну, как бы люди самодостаточные, они же видят их, любят или не любят. И когда ты полон вот этого страха, страх довериться и страх полюбить. Ну, естественно, ты будешь искать у этого носки не того цвета, у того там, у нас выковыряются. Третий там еще что-то. И даже дай тебе самого идеального партнера на земле. Ты все равно приду, ты скажешь, у меня чувства к нему нет. И найдешь причину, почему у него идти с ним в отношения. А это как раз-таки вот этот страх полюбить и страх доверить. Ну, то есть, мы же, отношения же в глобальном смысле, это дать свою энергетику другому человеку, обменяться ею. И поскольку, когда уже был деструктивный опыт, тебя там предавали, мы сейчас не только говорим об измене, мы говорим вообще о предательстве. То есть, когда тебе плохо и тебя не поддержали, это предательство. Когда ты попросил сходить в аптеку, а тебе сказали, я сплю. Это предательство. То есть, это все уже предательство вашей любви. Ну, когда тебе нужна поддержка, ты там, не знаю, поломанный или еще кто-то. А тебе говорят, ты идиот и придурок. Ну, так это предательство. И когда мужчина или женщина вас оскорбляют, это уже предательство. Тут уже нет любви, все, нет. Потому что, ну, если человек говорит тебе, он хочет причинить тебе боль. Если ты хочешь причинить своему партнеру боль, там любви быть не может. то есть, там есть гордыня, зависимость, разная рода виды диагнозов и прочие формы отклонений. Но это уже не про любовь. И там не будет никогда этой синергии. И не за что бороться. Нужно просто признать себе, вот здесь конкретно я совершил ошибку. Но эта ошибка не будет влиять на мою жизнь. То есть, я имею право на счастье. Я умею любить. И это его проблема, не моя. Это ее диагнозы или его диагнозы. Причем я здесь вообще. То есть, и моя как раз таки сила в этом понимании и умении сказать «нет» тому, что меня разрушает. И сказать «да» тому, что меня созидает. Так что вот так. Отношения для жизни или вместо жизни. Это если после деструктивных отношений. Или вот вы спросили, с какого онлайна начать, если я в… Что я хотела сказать? Бегущая по граблям. Девушка спрашивает, я бегущая, с чего начать? Анна, очень ценный эфир, уже хочется переслушать. Спасибо огромное. Давайте еще чуть-чуть поговорю, я только час всего эфира. Анна вышла из абьюзивных отношений 7 месяцев назад. До сих пор тянет к бывшему. Понимает, что была в зависимости от отношений. Как отпустить его? Что еще проработать? Ну, я не знаю, вы проходили любовь или зависимость? Если проходили, то уже сейчас должно отпускать. Я просто не знаю, сколько вы были с ним в отношениях. Но если вы прошли любовь или зависимость, то уже отпустила полгода более чем достаточно. Вот. Через какое время после развода мужчина может повторно жениться, если инициатором в первом браке была жена? Ну, то есть, чтобы это было как? Для вас удобно, ну, для вас эмоционально. Еще раз перечитываю вопрос. Через какое время после развода мужчина может повторно жениться, если инициатором в первом браке была жена? Ну, то есть, я не понимаю вообще, причем какая разница, инициатором развода были вы или он. То есть, человек женится или не женится? То есть, вы пытаетесь сказать, что он вам мстит за ваш уход? Возможно, а может быть и нет. А почему вас это беспокоит? Вы, когда с ним разводились, надеялись, что он будет за вами бежать и умолять вас вернуться, а это не произошло, он нашел другую и женился, и гордыня теперь штырит. У него, получается, отношения есть, а у вас нет. То есть, надо с этим работать. Это человек, которого вы когда-то любили. Вы с ним приняли решение расстаться. Что вы должны ему искренне желать? Счастье. Это единственное внутреннее отношение к человеку. Если ты базируешься на фразе «я от тебя уйду и хочу, чтобы ты всю жизнь мучился и понял, какую ты принцессу потерял», так это же про ваши проблемы внутренние, про месть, про желание сделать ему плохо, про желание, чтобы поломать его, он был в отношениях на каких-то ваших условиях. Так на что вы тратите свою жизнь? Зачем? Зачем вы находитесь с человеком в отношениях, который вам, судя по всему, не подходит, раз вы играете с ним в воспитательное расставание? Я первый раз на эфире, сегодня закончила книгу «Жить жизнь», начала читать вторую «Мои благодарности нет предела». Так жаль, что раньше мне не попалась эта книга и я не знала о вас. Спасибо за труд. У вас очень красивые цветные браслеты и классы сочетаются с красным маникилом. Спасибо. Это мои браслеты, да. Анна, добрый вечер, спасибо большое. С каждым раз все лучше и лучше становится понятно, раскладывается по полкам. Благодарю вашим знаниям. Теперь вижу манипуляторов и психопат. Рада, что вы защищены. Грустно только от того, что не встречаются свободные мужчины, с которыми можно создать здоровые отношения. А вот это уже программа, между прочим. Саня вообще не построит. Посылку принесли, ничего страшного на палате. Грустно от того, что не встречаются свободные мужчины. Это как раз ваша программа, которую вы себе придумали. В мире полно свободных здоровых мужчин. Просто, вот согласно статистики, три с половиной миллиарда мужчин на земле. Согласно там, если мы уберем все вот просто там разведен, женатых, уберем больных, там великовозрастных. Вы увидите, что все равно на вас одну вариантов хватит. Но это история про машинки, о которой я сегодня рассказывала. Ну, или про то, что если вы заходите с программой «Все мужики женаты», в вашем окружении будут исключительно женаты мужчины. Это факт. Если вы заходите в ресторан с программой «Вокруг меня полно свободных мужчин», нормальных, здоровых, адекватных, то вокруг вас одни такие мужчины. Вот все. Потому что ваша реальность, вы же знаете, да, что наше мышление, оно сбратит. То, на чем мы концентрируем свое внимание, становится нашей реальностью. Потому что вы будете искать путь к этому. Поэтому с бессознательным не надо бороться, ой, с ним бесполезно бороться. С ним надо договариваться с помощью техник. Для того, чтобы оно начало вас вести туда, куда вы хотите попасть. Вот и все. Аня, вы правы, с разрушителями все летит к херам. В какой-то период не могла понять, почему все рушатся. Но я же подробно описываю это в жизнь. Потому что созидательная энергия тратится на сохранение несуществующего. Это как воду выливать из лодки, которая дырка, которая тянет ко дну. Естественно. Мне ваши книги помогли разобраться, кто такие абьюзеры, и не искать недостатка в себе. Теперь отличаю нормальных мужчин и манипуляторов. Спасибо за знание. Ну, это же на самом деле огромная трагедия, что люди многие путают адреналиновую псевдолюбовь с истинной любовью. И для меня очень печально наблюдать, когда люди говорят, вот я, например, не понимая, что любовь там, где спокойствие. Там, где тебе созидательно. Там, где рядом, находясь с человеком, ты хочешь творить. Там, где присутствие человека делает тебя спокойным, спокойствием, наполняет спокойствием. То есть истинная сексуальность, она не будоражит в тебе вот эту трясучку. Она наполняет тебя спокойствием и ощущением, вот ты, когда находишься со своим человеком, что ты способен покорить мир. Почему? Потому что, почему это правильно? Потому что мы не можем любить человека, с которым нам опасно. Мы не можем хотеть человека, с которым нам опасно. Ну, как бы вот вы понять не можете? Ну, то есть объясняю. Если человек вас обзывает, обижает, предает, безопасно вам с ним? Нет, вы не можете с ним расслабиться, вы не можете доверять ему. Так как вы можете его хотеть? Это значит стокгольмский синдром, это как хотеть маньяка. Так значит, это адреналиновая зависимость, если вы это делаете. То есть мы не можем любить человека, который опасен для нас. Ресурсная психика должна его ненавидеть. То есть все, что опасно, должно быть с нашей жизнью удалено. Но, когда мы забываем об опасности, тогда, когда мы зависимы. То есть любой наркоман вам будет два часа рассказывать, что наркотик очень хороший. А потом каждый раз колоть себе дозу, понимая, что каждая из них может закончиться леталым. Вот это про зависимость, правильно? Продолжать убивать себя в надежде, что ты получишь какое-то удовольствие кратковременно. Анечка, а вы пишете новую книгу? Да, не писала неделю последнюю. Но вообще пишу и дописываю уже. Уже даже на следующей неделе планирую снимать обложку. То есть уже обложка есть, значит книга скоро будет. Вот. Клуб пишет, что меня накрыло так, что я еле себя собрала. И так больно, что хочется делать гадости. Я даже угрожала, несмотря на то, что ничего делать плохого не буду. Ну, стадия мести очень чиста. Частый период, который мы проходим. Сначала ты испытываешь состояние к себе вот этого, как я могла позволить себе так обращаться. А потом следующий этап, это месть. Помните в порабощении любови? Ну, я пишу об этом. Но я призываю вас, не тратьте время на месть. Инвестируйте это время в свое собственное счастье. И это самый короткий путь к вашему счастью. Забыть об этом опыте, стереть его с памяти. Ответить себе на вопрос, почему я это терпела, это проработать и стать счастливым. Самый короткий способ, это вообще забыть о манипуляторе. Это вот путь к вашему счастью. Приобрела курс, я верю. Ранее проходила любовь или зависимость. Есть смысл приобрести удже. Это 7 месяцев, которые, Олеся, да, вы пишете, что нет, вам надо повторно проходить любовь или зависимость. Там держит какая-то привязка. Сделайте технику телесного освобождения. Если это про ту историю, что после любовь или зависимость, значит, плохо проработан курс. Вы же видели отзывы, там же люди пишут. Страдала 10 лет, прошла два урока и забыла за один день. Страдала, мучилась, рыдала, не могла встать с кровати, прошла два урока и все закончилось. Если вдруг не отпускает, значит, там где-то еще или гордыня, или адреналиновая зависимость. Не до конца делаете предписание врача. Болит в груди, очень боюсь, что он переждет мой гнев, и я возьму и прощу его. Я боюсь простить его. Невозможно простить. Ну, то есть, почему, как вы можете простить? Страх сказать нет мужчине, детская травма, строгий отец, прописываем, страх отказать ему. Вот. Я своего бывшего простила за все, ушла, не жалею ни разу. После 20 лет брак. Бывает. Анна, скажите, пожалуйста, вы знаете что-нибудь про синдром Аспергера? Сложно ли строить отношения с таким человеком, если у него при этом не нарушена эмпатия? Он теплый человек. В последнее время какая-то тема у пикаперов появилась с этим Аспергера. Они, типа, при первой встрече для того, чтобы оправдать свое странное поведение, пропадание и прочие, ну, свои приемчики. Он говорит, ты знаешь, мне кажется, у меня Аспергер. Пусть принесет вам справку, что у него, а лучше покажите его своему психотерапевту. Что-то я про этого Аспергера слышу уже, ну, вот просто, ну, не в первый раз. Мне кажется, я ответила на ваш вопрос. Очень сложно жить, если на самом деле посмотреть на Аспергер, это человек, у которого не может быть эмпатия. Один из признаков Аспергера, это как раз-таки отсутствие эмпатии. Ну, то есть, на мой взгляд, Аспергер, это уже социопат. Вот, ну, как бы, а то, что он теплый, добрый, ну, это я не знаю. Почитайте вы в интернете, что такое Аспергер. Вот, еще хочу напомнить, что это передается по наследству. Это вторая причина с ними не встречаться. Я думаю, что нужно нам с девочками объявить флешмоб. Как только вам говорят Аспергер, я так скажу, блин, а я не могу с тобой встречаться. Ну, это ж по наследству передается, на хрена мне эти плохие гены, пока-пока. Ну, как бы, потому что реально, это какая-то, я так подозреваю, новая фишка манипуляции. У меня такой диагноз, ты не обращай внимания, поэтому я позволяю себе вести себя как идиот. Забывать, не звонить, пропадать, не отвечать, изменять. Я все время не в адеквате, у меня Аспергера. Я тоже простила бывшего, я представляю сейчас, как некоторые засмеялись мужчиной, которые смотрят мой эфир. Думают, блин, наломала нам вообще все малину. Я тоже простила бывшего и живую радость. Вот, полюбить мною же. Так, хорошо. Вы не планируете какой-то курс? Надо. Катя Муд пишет. Соскучились за живыми онлайн? Да, потому что я их делаю раз в несколько лет, поэтому многие скучают даже раз, не знаю. Последний раз практикум, да, управление собой. Ну, мы переписывали любовь, перезависимость, но это было больше перезапись. А практикум управления собой последний онлайн, который был, это было пять лет назад. Наверное, уже четыре, три, ну, три точно, три с половиной. 18 сентября стартует ТТО, техника телесного освобождения. Раскодирую свое тело, активирую красоту. Тот онлайн, на котором просили пять лет меня, именно посвященный работе с телом, телесно-ориентированной такой терапией, моей методике, которую я показала в 21-дневном интенсиве. Ее часть более лайтовая форма в любовь или зависимость, а здесь будет прям глубинное изучение. Почему, как, зачем, с большим спектром техник, утренних зарядок, установкой эмоций, ну, состояние через тело. В общем, будет очень интересно. 18 сентября стартуем, сейчас действует на этот онлайн скидка. Вот, поэтому самый лучший способ присоединиться к этому онлайну это сейчас. Вот, потому что у нас была в июне одна акция, сейчас вторая, и дальше уже цена будет подниматься, подниматься. Почитайте обязательно, аннабогинская.com. Я прям очень воодушевлена этим онлайном. Я очень долго откладывала его, и несколько раз даже обещала, собиралась уже, уже уговорили меня подписчики его сделать, потому что его просят все. И 21-кидный интенсив, очень более глубинный практик. Ну, все, все, и все участницы клуба Жизнь, участники. Вот, но он сложный, он сложный и в реализации, потому что нужно сделать несколько, ну, в общем, съемки должны быть, специальная аппаратура, все, чтобы это правильно. Поэтому, да, будет очень классный курс. 18 сентября старта. Анна, подскажите, с какого возраста можно показывать дочери техники ПТО, медитации дочки 10 лет. Ну, примерно с той части, когда у нее полностью сформировались неокортекс. Почитайте в интернете, сколько неокортекс, лимбическая, развитие полное, по-моему, заканчивается физиологическое к 12-14 годам. В 12-14 лет уже можно медитировать. Вот с этого момента, в принципе, можно показывать любые техники, особенно телесную технику освобождения, она вообще нормальная. Вот. Стоит ли закрыть социальные страницы от бывшего? Зачем он смотрит все сторисы периодически и маякает? Типа, ты меня будораж. Не знаю, вас это беспокоит? Вам сразу, когда он маякает, вам хочется к нему вернуться? Или что вас беспокоит? Я не понимаю. То есть, если это там бывший психопат, деструктивные отношения, вы можете его заблокировать, сказать, что мне раздражает твое присутствие, я хочу тебя заблокировать. Заблокировать тебя хочу. Вот. Если, например, это здоровые отношения, я не понимаю, чего, ничего, что вас беспокоит. Ну, не знаю. Я вообще не понимаю, чего вы об этом думаете. Ну, то есть, вас беспокоит. Ограничьте ему, чтобы он не мог писать там вам или... Тогда его на везде заблокировать. Пусть он ему в Ватсапе может написать или там в Телеграме, или еще где-то. Поэтому здесь разберитесь, или мне не до конца ответ, мне непонятно. Как реагировать на то, что бывший абьюзер взял дочь на дачу и оказал, что там была его новая пассия. Трясет от того, что не знала, с кем отправила дочь. Ну, как реагировать? У вас есть договоренности с абьюзером, который, естественно, он будет нарушать. Потому что он видит, что вас это бесит. Ну, а что вас бесит? У вас были договоренности, что вы не знакомите с пассиями друг друга, ребенка? Если бы он их нарушил, я понимаю. Если их не было, то, значит, приходится садиться и это обсуждать, и договариваться. Анна, развод равно смерть. Как пережить эту смерть и сколько времени должно пройти? Я совершенно не считаю, что развод – это смерть. Наоборот, развод – это новый этап, позволяющий вам стать счастливой. Особенно, когда вы выходите из отношений по здоровой схеме. Развод – смерть, когда у тебя гордыня, когда у тебя вот эти иллюзии, что скажет соседка Маша. Что я развелась. Или там, ну, не дай Бог, он ушел к другой, и у вас начинается, Боже мой, он ушел к другой, и все об этом знают, какой позор стыд, трагедия. Вот когда из гордыни, тогда смерть, и вот это все. А когда из любви, любовь истинная, она никогда в жизни не причинит вам боли. Она найдет способ, как это все выйти и трансформировать, чтобы вам было комфортно, спокойно и хорошо. Ну, то есть, люди же разводятся не только из-за плохих вещей. Люди иногда разводятся, потому что у них все хорошо. Вот у меня, например, ну, я со всех своих отношений никогда не уходила на каком-то… Мы не расставались, сходила. Просто ты осознаешь в какой-то момент, что ваши цели перестали совпадать. Вот. И ты приходишь, и об этом говоришь, и искренне желая добра, иногда даже проплакав ночью из-за того, что так произошло, и что вы вынуждены отпустить друг друга, но без каких-либо скандалов там и прочего. Ну, то есть, это здоровая ситуация. Ну, то есть, вы жили с человеком, вы вместе провели, делили горе, все радости и некоторые интимные части собственного тела. Ну, то есть, как можно превратиться во врагов? Значит, не было любви изначально. Были комплексы, была там месть, гордыня, реализация социальных долг. Вот. Как ее пережить? Проходить отношения для жизни вместо жизни, убирать все травмы, которые связаны с разводом, убирать вот все страхи полюбить, о которых я говорила сегодня, и дальше кайфовать от этого этапа влюбленности, гармонии какой-то внутренней и всего остального. То есть, ну, как бы, я не понимаю вообще, чего переживать-то вам. Ну, как бы, значит, есть гордыня какая-то, например, измена. Он там бросил или ушел, или оказалось, что у него любовница с тремя детьми от него. Вот это все штырит, от этого больно, от этого тяжелого. Ну, конечно, надо все прорабатывать, прощать, убирать и прочее. Вот. Скажите, пожалуйста, Анна, для возможности прохождения татуа нужна хорошая физическая подготовка? Ваша физическая подготовка не имеет никакого отношения к прохождению татуа. Татуа это не физиологическая практика, психологически-духовная практика. И, собственно, поэтому ответ на вопрос вам, почему некоторые там фитнес-тренера, которые участвуют, участвовали в 21-дневном интенсиве, говорят, я думаю, Татю, что все техники? Я сейчас встану, как постою. Ну, и все, и никак. Вот. Но вы увидите это, работая с техникой на татуа, как в зависимости от запроса вам по-разному вы будете стоять одну и ту же стойку. И это очень интересно. Анна, добрый вечер. Какие маячки биполярного расстройства? Как с первых встреч определить, что мужчины с биполяркой? Благодарю. Это очень сложно делать, особенно если он в ремиссии сейчас, потому что биполярное расстройство это два варианта состояния. Это или мания, мания, еще можно некоторые психотерапевты мания называть. Мания и второй вид состояния, это депрессия. Если он в депрессии, вы это, в принципе, определите. Но если он весь радостный, экзальтированный и находится в мании, который начинает мании постепенно спадать, то на каком-то этапе он может находиться в точке ноли, вы никак не определите. Да только с рассказами, с разговорами и с проверкой аптечки. Потому что с биполярного расстройства без специализированных препаратов выйти невозможно, потому что это депрессия. И получается в чем? Если в начале, например, период мании у тебя длинный, а депрессия короткая, то с годами у тебя депрессия становится огромным куском, а мания очень кратковременная. И потом в какой-то момент ты остаешься в депрессии. Вот так работает этот диагноз. Извини себе или извини себя, курс шикарен давно, правда это было. Так повторите, вы же в группе. Сталкеры реагируют на слова о том, как ваши дела пошли в горы, какая теперь счастливая и так далее. Я тут написала бывшему сталкеру, это правда, мне хорошо без этого человека. Отстал, мучил, скажем, полгода. Ну, разное бывает, да, когда пишут. Им это неприятно, неприятно слушать, что вы счастливы, поэтому зачем вам писать. Но, как я пишу в порабощении любовью, почему есть там глава, манипулятор вернулся. Иногда ваше слишком счастливое лицо может стать причиной для его измены. Возвращение для того, чтобы он вернулся и все разрушил. Хорошо, я вас крепко обнимаю. Не надоело ли я вам? В общем, я буду, в воскресенье у нас дополнительный урок будет в группе. Я забыла, кстати, в клубе сегодня об этом рассказать. Вот тебе, пожалуйста. Вот и пожалуйста. Итак, в отношениях для жизни или вместо жизни будет дополнительный урок в Телеграме. Вот. Не будем говорить там о важных составляющих комплексов в личных отношениях. В общем, хочу поговорить с вами на ОДЖ именно о страхе говорить с партнером. Мне кажется, это очень важный момент. И особенно с сексом, когда секса это касается. Спасибо вам огромное. Благодарю за ваши лайки, репосты. Если у вас есть страница в Фейсбук, я вас очень прошу, зайдите, поддержите мой сегодняшний эфир, потому что я так давно не была в Фейсбук, что у меня очень нужна ваша помощь и поддержка. Поэтому спасибо за ваши лайки, за репосты, за комментарии. Всем спасибо. Всех обнимаю. До встречи в воскресенье. Увидимся в отношениях для жизни или вместо жизни. Спасибо огромное. Спасибо за доброе слово. Столько двух теплых слов. Вы мне самые лучшие. Спасибо.